Уважаемые коллеги! 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 и длительности выживания без заболевания, что после гаплоидентичной трансплантации, родственной или неродственной. Тем не менее, на данный момент нет единого решения и какого-то общего мнения. В связи с этим мы сочли возможным проанализировать наши результаты, проведенные в исследовании, и сравнить результаты гаплоидентичной трансплантации, совместимой родственной и неродственной трансплантации. Основная наша конечная точка была общая выживаемость. Вторичные конечные точки – это восстановление кроветворения, частота рецидивов, острая и хроническая реакция трансплантат против хозяина. Характеристика группы. В исследование было включено 457 человек. Пациенты были разделены по диагнозам – остромилобластный ликоз, остромилфобластный ликоз. И пациенты в первой-второй ремиссии и вне ремиссии. Обращаю ваше внимание, что большая часть пациентов находилась вне ремиссии заболеваний. И гаплоидентичный донор использовался для этого у 153 человек. С 2010 года основным препаратом профилактики реакции трансплантат против хозяина у нас является посттрансплантационный циклофосфан. По результатам нашего анализа мы не обнаружили различий в частоте приживления, что при гаплоидентичной трансплантации родственные, неродственные, частично совместимые неродственные трансплантации. И одним из самых важных показателей для группы пациентов является выживаемость без реакции трансплантат против хозяина и рецидива. И в группе гаплоидентичной трансплантации этот показатель существенно не отличался от совместимой родственной и неродственной трансплантации. В рецидиве эти результаты были тоже лучшие. Надо обратить внимание, что все-таки у пациентов с острым мелобластным ликозом гаплоидентичная трансплантация имеет определенные преимущества. По результатам общей выживаемости вы видите, что гаплоидентичная трансплантация 16-летним наблюдением имеет 52%. Нет существенной разницы, по нашим данным, в ремиссии заболевания с родственной и неродственной трансплантацией. Если говорить о безрецидивной выживаемости, мы также не обнаружили существенной разницы. При гаплоидентичной трансплантации эта цифра составила 66%. Общая выживаемость после гаплоидентичной трансплантации с острым мелобластным ликозом также существенно не отличалась у пациентов и составила 65%. Безрецидивная была 51%. Как уже говорила Елена Владимировна, наш центр занимается лечением младенческих ликозов, и это достаточно большое направление, у нас очень хороший опыт по этому, и мы решили проанализировать результаты нашего лечения. В группу включено 41 человек, дети получали основное лечение по месту жительства до определенного времени и поступали к нам уже непосредственно на проведение трансплантации. По нашим результатам 16-летняя общая выживаемость и безрецидивная выживаемость существенно не отличались, составили 78% и 73%, что является достаточно высокой в этой группе. Мы получили статистическую достоверность и лучшие результаты у пациентов после гаплоидентичной трансплантации младенческого ликоза, чем после родственной трансплантации. Пациенты после гаплоидентичной трансплантации показали общую выживаемость на уровне 78%. Здесь приведено сравнение безрецидивной выживаемости, общей выживаемости, одного из важных факторов – это выживаемость без РТПХ и рецидива, где вы можете заметить, что пациенты в ремиссии заболеваний имели 42%, 71% и 78% существенно при гаплоидентичной трансплантации не отличающиеся от неродственного родственного донора. И что тоже обращает на себя внимание, это лучшие результаты по гаплоидентичной трансплантации, если пациент находился вне ремиссии заболевания. Таким образом, мы можем сделать выводы, что проведение аллогенной гаплоидентичной трансплантации в ремиссии заболевания не ухудшает лечение. И отсутствие совместимого сиблинга и отсутствие времени на поиск неродственного донора в этом случае могут быть предпосылками для рассмотрения гаплоидентичной трансплантации как первой линии терапии. Я хотела поблагодарить всех сотрудников нашего центра за совместную работу и такие прекрасные результаты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok